Всем здравствуйте! Вновь я приветствую всех на своем YouTube канале о содержании и разведении дискуссов. В этом видео я бы хотел выразить свою точку зрения и дать рекомендации для тех, кто хочет развести дискуссов. Значит, первое, о чем надо позаботиться, когда у вас уже есть там производители будущие, аквариум, это смонтировать проток. В нашем понимании протока это постепенно капающая по чуть-чуть, значит, маленькая струйка или каплями постоянное капание водопроводной воды. Водопроводная вода у нас льется очищенная, у нас стоит трехступенчатый фильтр очистки. Значит, смонтировали мы следующим образом, мы спаяли трубки и от них подсоединили при помощи через краник и длинную трубку, в общем, протоку. Значит, в понимании у других протока это когда циркулирует одна и та же старая вода, то есть большинство делают наверху аквариумы с водой отстойные или снизу, и у них эта вода по кругу циркулирует. Это в их понимании протока. В нашем понимании протока вот такая. Далее, когда вы сделаете проток, у вас будут стабильные химические показатели воды, у вас не будет фосфатов, не будет аммиака, не будет нитритов, у вас будет меньше уровень солей, ТДС и меньше уровень ПАЖ. Когда у нас не было протоки, вот, допустим, на примере этого аквариума, у нас были нитриты, и нам приходилось там раз в неделю, наверное, включать ультрафиолитовый стерилизатор. В результате чего у нас вода за ночь становилась кристально чисткой, но затем через неделю опять она мутнела у нас. Поэтому сделали протоку, этого всего уже у нас нет. Далее, что еще? Уровень ТДС у нас был в нижнем аквариуме, то есть уровень солей, был 450 без протоки, с протока сейчас ставил равен 360-390 единиц. И также был высокий уровень ПАЖ. Без протоки уровень ПАЖ был 9,2-9,5. Но, тем не менее, с нашими параметрами воды у нас образовались еще пары, и они еще не рестились, и скалярии тоже не рестились. А летом, когда льют хлорку, у мальков у нас бывало доходил уровень ПАЖ до 10. В общем, монтируйте протоку, и у вас будут стабильные параметры воды. Так, далее еще. Некоторые задают вопросы в комментариях, скажите параметры воды в нерестовиках, или при каких параметрах содержите. Ну, мое мнение такое, что если вы сделаете параметры воды как у разводчика, там, из другого города, из вашего города, не факт, что вы разойдете дискуссер. Поскольку в каждом городе, у каждого разводчика разный химический состав воды. Допустим, в нашей нерестовой воде у нас, допустим, стоит осмосная установка, и у нас бочка 65-литровая наполняется 6 часов. И уровень ПАЖ осмоса у нас равен 6,970, и нам приходится дополнительно подкислять еще. Но у некоторых осмосная вода составляет, там, 5,8-6,3 ПАЖ. Так что, вот как-то так вот. Также общая жесткость в нерестовиках у нас составляет максимальный уровень, 22-20 немецких градусов. И еще мы сейчас уже, в принципе, взвинулись с мертвой точки и хоть получили малька уже. Значит, далее, следующее, что вам нужно, что вам пригодится перед сзади дискуссов, это старайтесь как можно больше изучать информацию. Изучайте в интернете, на форумах аквариумистов, там, просматривайте видеоролики, там, на ютубе, вычитывайте информацию в книгах. Также, если вы владеете иностранным языком, очень многого можно учиться у американцев, англичан, испанцев, ну, таких разводчиков более продвинутых, у которых там, ну, большое количество воды, очень много производителей. Значит, следующее, что анализируйте свои ошибки и постоянно экспериментируйте. Вот мы, допустим, только спустя год взвинулись с мертвой точки и получили малька. До этого у нас больше десяти раз дискуссы не рестились. У нас не рестились кобальты три или четыре раза, бирюзовый королевский туркис шесть раз, ред валентайны у нас не рестились три раза. И каждый раз у нас то пропадала икра, то личинка поплыла, разбилась по аквариуму, то личинку поели производители, то что-то еще, то побелела икра. В общем, постоянно экспериментируйте, анализируйте свои ошибки, учтитесь на своем опыте. Там вот, нет-нет, не получилось, там что-то по-другому сделали, поменяйте. У вас должно все получиться. Так, далее. Когда вы сажаете в нерестовик ваших производителей, в общем, не, как бы сказать, не лезьте к ним. В общем, на нашем примере, когда нас нерестили дискуссии, мы хотели посмотреть, там есть ли там икра, может быть, они в пустую стоят. Просто у нас бывало такое, что у нас самки очень мало метали икру, и они просто стояли на конусе, там ничего, никакой икры не было. И мы иногда проворачивали конус, а там, оказывается, уже сидела личинка или икра. И после этого у рыб возникал стресс, они просто всего-навсего кладку съедали, потому что к ним там полезли. Там, не ставьте те же самые заградительные клетки. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот клетки. То есть, одного особя, особь, если вы отделите от второго, там, допустим, чтобы они не поедали малька, то вторая особь может от стресса съесть ваше потомство. Эту сетку только можно ставить, вот я думаю, для формирования пар. То есть, в отдельном аквариуме отсадили пару, там, одного самого агрессивного производителя, закрыли и пускай друг другу уже привыкают. Значит, что еще я вам хочу рассказать. Также не надо ставить на конус никакую сек. То есть, многие думают, что родители там поедают там икру, и поэтому нужно от икры как бы заградить. Ну, вот такие вот мы использовали сетки, на конус мы обычно ставили. Не, ну, я, конечно же, не спорю. Может быть, действительно есть какие-то пары, которые, как бы сказать, не дрессируются. То есть, нельзя их отлучить, чтобы они не ели икру. Но проблема в том, что даже если вы поставите сетку, у вас могут все потомство съесть. То есть, допустим, некоторые утверждают, что если закрыть икру, если икра потемнеет и поплывет личинка, то, типа, ну, не должны поесть дискуссы своего потомства. Но на самом деле не все так просто. Мы, когда закрывали сеткой икру, допустим, вот те же самые кобальты, вот это у нас самец, леопардовая змеиная кожа вроде бы, вот самка. В общем, когда мы закрыли их кладку икры, они сразу начали резко стрессовать, пытаться залазить вот в эту ячаю, поедать икру. Даже залазили по краям, оттопыривали сетку, и в итоге они съели всю икру. Далее, если вы закрыли кладку, и у родителей нету контакта с икру, то есть, они там вот, ну, они должны стоять на икре и наблюдать за ее развитием постоянно. Даже если поплывет личинка сквозь эту сетку, пара успешно всю личинку съест. Поэтому это, я считаю, дополнительным стрессом является для рыб, и они могут все потомство съесть. Так, далее, что я хотел бы вам сказать. Лучше всего оставьте пару в покое. Вот, для лучшей надежности вешайте какую-нибудь простыню, занавеску, и оставьте их в покое. Пускай они там сами нерестятся. Ну, конечно, периодически их надо кормить. И, в общем, чтобы они лишний раз не стрессовали, не поедали икру, лучше их закрыть. Вот, как я сделал на некоторых нерестовиках. Далее, ошибка многих новичков или тех, кто хочет развести дискуссов, это многие рьют метиленовую синьку. То есть, чтобы не допустить развития грибка, который может поразить всю инфекцию. Значит, метиленовая синь – это просто антибиотик, который не помогает избавиться от грибка, он убивает икру. У нас, когда 4 или 5 раз нерестились бирюзово-караевские туркисы, мы капали метиленовую синь, там, до окрашивания, конечно же, там, нежно-голубого цвета, и у нас икра белела в первые же сутки. Полностью вся белела. Что у скалярия набелеет с метиленовую синь, что у дискуссов. Поэтому метиленовую синь не лейте, и, возможно, вы сдвинетесь с мёртвой точки. Значит, ещё такое, что если вы хотите развести дискуссов, то не покупайте там большие, там, 17-сантиметровые, там, 15-сантиметровые тарелки, так как, возможно, либо они уже будут спорованы, если вы по отдельной особи отдельные покупаете, либо они уже будут отработаны. То есть, 50 на 50, может попасться хорошая пара, может уже отработана. Поэтому, в общем, для успешного разъедения вам нужно купить малька в количестве 30-40 штук. Из этих 40 штук у вас может случиться отход малька где-то порядка 10-15%. И, мало того, вам нужно ещё дорастить до нормального размера порядка 20 дискуссов. И уже из этих 20 дискуссов вы гарантированно получите сформировавшиеся пары. Так, что ещё? Вот, допустим, мы в своё время купили разных производителей разного размера. Там, королевские турки с четверборды, голубые алмазы, вот много разных пиджинов. В общем, потратили десятки тысяч рублей на рыбу. И в итоге она просто у нас как для красоты не сплавает, кормится и всё. Она ни с кем не хочет не веситься, ни с кем не может спороваться. Так что покупайте малька в размере там 8-10 сантиметров, максимум 10 сантиметров, чтобы там, если чём, можно, в принципе, перепаровать, когда они там в молодом размере. И также, когда они ещё маленькие, они быстрее адаптируются к вашей воде. И в заключении, что бы я вам хотел бы порекомендовать, это заведите блокнот для записей про ваших рыбок. Допустим, у меня здесь есть про рыбок. Вот она. Записи. Как только мы начали заниматься, я сразу записывал всё там и параметры воды, и кто сколько нерестился, время нереста, какие пары нерестятся. Допустим, я записываю там вот у одной пары, к примеру, самка поедает там малька, другая его вынашивает. Или, допустим, те же самые коричневые дискусы оба берут у себя малька. В общем, каждое движение, каждое действие, параметры воды, что произошло, всё записывайте. Потом это вам уже в будущем пригодится, вы сможете лучше всё анализировать. Ну, вот такие вот в принципе рекомендации, которые я вам хотел рассказать. 2 февраля выйдет видеоролик, посвящённый нашим нерестовым парам, которые нерестятся, плавают смальком. В общем, будет очень интересное видео. Приходите, смотрите. А, и также мы начнём делать вторую стойку. Естественно, я буду все этот процесс снимать. Всё. Всем спасибо за просмотр, за лайки, комментируйте, что-нибудь спрашивайте, всем отвечу. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!